Всем привет, с вами Тер Герикс. И сегодня у нас тема, почему же Sega Saturn стала такой провальной консолью? Да, она была не очень успешной, хотя у нее было множество потенциала. Дело в том, что Sega Saturn была выпущена в 1994 году, примерно в то же время, когда уже покорила сердце геймеров консоль PlayStation от Sony. В то время Sony уже набирала обороты, и имели у себя в арсенале крутые разработчики, которые выпускали фантастические игры. В то время как Sega что-то замешкалось. Если благодаря успеху консолей Sega Genesis и Sega SD, компания была на пике своей популярности, то с выпуском Sega Saturn все пошло наперекосяк. Консоль была довольно сложной в разработке и программировании, что отпугнуло многих разработчиков игр. А без хороших игр и партнеров, консоль не смогла достичь большого успеха. Кроме того, конкуренция с Sony PlayStation была жаркой. У PlayStation была удобная архитектура и продуманный маркетинговый подход. Времена менялись, и Sega не смогла адаптироваться под новые требования рынка. Конечно, у Sega Saturn было несколько шедевров, таких как Panzer Dragoon и Knights into Dreams, но, к сожалению, они не смогли спасти консоль от провала. Таким образом, можно сказать, что Sega Saturn провалилась из-за своей сложности в разработке, отсутствия качественных игр и жесткой конкуренции с Sony PlayStation. Это был урок для Sega о том, что в игровой индустрии нужно быть готовым изменяться и следовать требованиям рынка. Итак, это был наш обзор о провальности Sega Saturn. Не забудьте подписаться на наш канал и оставить комментарий. Всем пока!